Нашей инициативой также в городе Ярославль является магазин, благотворительный магазин Доброхе. Может быть вы там были, может быть приносили. На Свердлово 7-18. С Собинова. В настоящий момент также недавно мы установили первый в Ярославле благотворительный бокс для сбора ненужной одежды. Он стоит в кинофературе «Родина», в самом центре Ярославля. Поэтому предварительно, чтобы вы знали, что куда можно в городе принести ненужную одежду. И знать, что о ней позаботиться нормальным образом. Но если она будет или переработанная в плохом состоянии, или в предварительности. Я же вам расскажу о том, чем занимается наш фонд. На территории Костромской области, Ярославской, Ивановской, Казанской, Московской. Также мы работаем в 12 регионах. В 2015 году все началось с того, что основатель нашего фонда Гарри Алексеева решила сделать гаражную распродажу. То есть они с подружками собрались, взяли со своими ненужными вещами и устроили гараж север. Все средства они передали на благотворительный. Собрали они больше 100 тысяч рублей. Именно после вот такого мероприятия Даша задумалась о том, чтобы открыть благотворительный магазин. Так в Москве появился первый чарики-шоп. Чарики-шоп переводится с английского в благотворительный магазин. Магазин продавал ненужные вещи, которые привозили горожане, то есть в тот момент москвичи. И также передавал все средства, вырученные в магазине на благотворительность. Но в какой-то момент люди стали приносить очень много вещей в плохом состоянии. То есть это были вещи, которыми уже нельзя ничего сделать, кроме как, допустим, в тот момент выбросить. Потому что никакого другого предприятия в городе, в области, вообще в России не существовало, которое бы могло каким-то образом переработать, перераспределить вещи, которые находятся в непригодном состоянии. Ну и в том числе Даша подумала о том, что каким-то другим образом можно еще помочь. Кроме как, допустим, перерабатывать ненужную одежду. И таким образом родился благотворительный фонд «Второе дыхание», основными направлениями деятельности которого является, в первую очередь, это вещевая помощь нуждающимся, переработка непригодной для носки одежды и трудоустройство людей из незащищенных социальных слоев. А сейчас поподробнее расскажу про то, как мы реализуем все эти три направления и что у нас в данный момент получается. В тот момент, когда уже существовал благотворительный фонд «Второе дыхание», это в 2015 году мы его зарегистрировали, Даша учет Сколково, и одним, так скажем, из направлений ее обучения было придумать какую-то рабочую социальную программу, которая бы была не в Москве, например. Даша выбрала «Кострому», и таким образом «Кострома» стала центром, российским центром переработки текстильных отходов, текстильного авторсырья. В настоящий момент в «Костроме» открыт центр сортировки и переработки текстильных отходов на два направления. Это регенерированное волокно, такое универсальное сырье для строительных и хозяйственных целей, которое также можно использовать для того, чтобы утеплять помещение, делать из него шумоизоляцию и так далее. То есть оно носит технический характер, это волокно. И еще один способ для переработки – это техническая салфетка и обтирочная ветошь. Спасибо большое. Техническая салфетка. Что это такое? Это такая салфетка, которой можно, интересно, что-то протереть. Как правило, она пользуется большим спросом на автозаправках. И обтирочная ветошь – это тоже что-то типа технической салфетки, только эта история используется в основном на различных предприятиях, заводах. С помощью нее протирают стыки, масляные механизмы и так далее. То есть вещь на самом деле очень на предприятиях нужная. В тот же момент в Костроме мы открыли первый благотворительный магазин в Ярославле. И, соответственно, еще через пару месяцев мы открыли в Ростове, в Великом. Дальше была Казань. Ну и в настоящий момент у нас находятся четыре магазина в Москве. Соответственно, по одному в Ярославле, Костроме и Ростове, в Великом и Казани. Что за концепция благотворительный магазин? Для чего она нужна? Почему она существует? И почему она рабочая? Благотворительный магазин – это в первую очередь магазин, где продаются те вещи, которые мы специально отобрали для продажи, потому что это вещи известных брендов или это винтаж, которые всегда пользуются спросом, его можно продать. И, соответственно, на эти деньги можно устроить поездку куда-нибудь в Калагриф с гуманитарной помощью. В принципе, для этого мы и продаем вещи, которые специально отобрали, для того, чтобы обеспечить расходы на сортировку, также на социальные программы и на оплату сотрудникам, сортировщикам, водителям и аренду склада. Что хотелось сказать, что три фракции у нас, получается, на которые мы сортируем всю собранную одежду ненужную – это благотворительность, туда уходят все хорошие вещи, продажа в магазине – это вещи известных брендов и винтаж, и переработка – это те вещи, которые уже непригодны для использования, и чтобы они не попали на свалку, мы должны их переработать. Вот, те вот фракции, про которые я вам уже ранее рассказывала. Также благотворительный магазин является, так скажем, местом выдачи гуманитарной помощи, потому что не все люди могут позволить себе в городе купить одежду. Есть люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, и для нас очень важно обеспечить их нужной одеждой. Почему мы сделали магазин таким местом? Ну, для того, чтобы эти люди не чувствовали себя как-то ущемленно, чтобы они лишний раз не чувствовали свой отрыв своего социального положения от того, которое хотелось бы. Поэтому наравне с обычными покупателями они приходят также в наш благотворительный магазин и выбирают всю нужную одежду. А расплачиваются они специальными сертификатами, которые мы специально для них подготовили. Сертификат на 2000 рублей выдается им, но на самом деле это не конец, то есть это может быть постоянно выдача этих сертификатов. Не так, что один раз ты пришел, получил вещи, а больше не получил. То есть это бесконечный способ. Также мы используем наш благотворительный магазин как площадку для того, чтобы проводить различные лекции, мероприятия, направленные на пропаганду осознанного потребления, сортировки отходов, сорсырья и, соответственно, осознанного потребления. То есть наша основная миссия нашего фонда – это пропаганда осознанного потребления. Хотелось бы сказать, что в настоящий момент одной из также целей нашего фонда является создание инфраструктуры раздельного сбора текстильных отходов. То есть в общей сложности в России наших сейчас контейнеров для сбора ненужной одежды более ста, если я не ошибаюсь. В общем, каждый день становится все больше. Есть один бокс в Ярославле, это в кинотеатре «Родина». В Костроме это ТРЦ «Калаш» и ТРЦ «Рио». В Казани это тоже ТРЦ обычно, потому что большой поток людей и люди постоянно ходят в торговые центры, к сожалению. И в Москве это вообще всевозможные места. То есть в Москве самое большое количество наших боксов в настоящий момент. Что хотелось бы еще сказать, что, не знаю, может быть, немножко статистически. На Свердлово 7 дробь 18. Мы работаем каждый день с 10 до 8, поэтому удобно. На Свердлово 7 или 18? На Свердлово 7 дробь 18. А где это? Пересечение Свердлово и Собинного увидишь. Я хотела бы узнать, какие результаты первые после того, как вы установили этот бокс в кинотеатре «Родина». То есть сколько он уже стоит? Месяц, если я не ошибаюсь? Несколько недель. То есть хотелось бы узнать, несут ли туда, и как реагируют вообще, откуда узнают о нем, узнают ли. Ну, в основном узнают о нем через сарафанное радио или через какие-то публикации в средствах массовой информации, которых сейчас, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Не знаю, если у вас есть какой-то выход на местные СМИ, которым было бы интересно рассказать о боксе, то это клево, потому что все хотят от нас денег, а у нас нет денег на какие-то... В общем, у нас нет денег на то, что не связано с социальной помощью. То есть мы очень бережно относимся к своей финансовой дисциплине и активно собираем деньги именно на помощь, а вот на то, чтобы там продвигать что-то, нас особо как бы на это средств нет. Поэтому, да, немножко статистики, чтобы вы понимали, как мы вообще работаем. На сегодняшний день открыто более 100 пунктов приема одежды в Москве, Костроме, Ярославле и Казани, это я вам уже сказала. За первую половину 2019 года нами собрано более 300 тонн одежды. Мы каждый год растем на 100%. Помощь в трудоустройстве получили от нас более 80 человек из социально незащищенных групп. Вещевую помощь получили более 50 тысяч человек в 12 регионах. За последние 12 месяцев своими силами и посредством привлечения партнеров мы переработали более 100 тонн ветоши. Поэтому я думаю, что, ну, как бы цифры говорят сами за себя. Очень большой процент вещей, которые нам приносят, это вещи непригодные для дальнейшего использования. Поэтому мы очень активно сейчас занимаемся развитием инфраструктуры по переработке, но это очень затратно. Особенно что, что связано с созданием из ветоши, из непригодной одежды, из какого-то нового, новой ткани какой-то. Потому что это очень сложно, это очень дорого. И оборудование это тоже очень дорогостоящее. В настоящий момент у нас есть вот один станок, который мы купили в Иваново, который делает регенерированное волокно, о котором я вам уже рассказывала. Но фишка в том, что этого станка недостаточно. То есть нужно более ширное оборудование для того, чтобы все это активно, непрерывно перерабатывать. И в настоящий момент мы какие-то виды отходов, текстильных, такие как синтетика, мы просто складируем, потому что надлежащим образом мы не можем их сейчас переработать из-за отсутствия мощностей. Но мы нацелены на том, что в дальнейшем мы их все-таки переработаем, поэтому мы их не выбрасываем, мы их копим. А все, что связано с хлопком и смесовыми тканями и шерстью, то это все мы, соответственно, перерабатываем. Мне нужно или я сделаю так, да? Смотрите, я просто... Сама увлекаюсь темой sustainable fashion, и у меня такой вопрос. Насколько я понимаю, даже вот тогда, когда большие магазины, у которых точно есть мощности, типа H&M, собирают одежду в боксе, они перерабатывают порядка 10, максимум 15%, и все остальное отправляется либо в африканские страны на секонд-хэнды рынке, либо просто на мусорку. Просто потому, что технологии не позволяют синтетические ткани, либо ткани, в которых есть немного хлопка, немного синтетики, перерабатывать. Вот как вы эту проблему решаете? Я понимаю, что вы говорите, что вы синтетику складируете, но даже большие магазины с большими технологиями не могут перерабатывать. Так вы решаете вопрос. Что касается работы H&M, направленной на сбор и переработку одежды, которую они собирают, тут очень непрозрачная история, потому что никто на самом деле не понимает, как они это делают, потому что они не предоставляют никаких отчетов, они не делают этот процесс прозрачным, чтобы любой их клиент мог зайти на сайт, допустим, посмотреть, сколько то надежды они переработали, или сколько они собрали, что они с ней сделали, куда они ее отправили. Вообще нет никаких данных. То есть вопрос в том, что сейчас в мире, по сути, очень мало кто занимается по-настоящему основательно переработкой текстильных отходов. А это самый, так скажем, распространенный на сегодняшний день вид отходов. Мы так решаем. Перераспределение, то есть то, что мы можем отдать на дальнейшее использование, повторное, вторичное использование, мы отдаем. Все, что не можем, перерабатываем в регенерированное волокно, техническую салфетку и, соответственно, оптиручную ветошь. Синтетику складируем пока, потому что нет мощностей. У нас недавно просто Даша, основательная шлафонда, была в Германии, и она попала на производство очень крупное. Они перерабатывают не только одежду, но и обуви. Все очень странно. Я могу вам сказать, что даже в Германии, несмотря на то, что страна очень цивилизованная, продвинутая, есть финансирование, и государство поощряет их работу, несмотря на это, все очень, ну, как сказать, ну, не то чтобы хорошо. Большое количество вещей, которые к ним поступают, они просто не подлежат переработке, потому что они загрязнены, они там в плесени, они плохо пахнут, на них пищевые отходы и так далее. То есть, в настоящий момент, вот, просто хорошего такого сырья, которое можно было бы переработать, его очень мало. То есть, как правило, все из пекстиля, он попадает на свалку. А если попадает на переработку, то, допустим, ну, по выводам, как рассказала нам Даша, очень большой процент идет просто опять на свалку, потому что его невозможно отделить от других отходов и качественно переработать. Вот. Проблема, на самом деле, очень насущная. Единственный способ пока что, который мы выработали, это вот перераспределение. То есть, мы тщательно очень сортируем вещи, обрабатываем их. То есть, они обязательно чистые, не пахнут и так далее. То есть, вопрос именно в сортировке. Все, какие можно фракции хорошие, мы стараемся все-таки передавать на благотворительность или на продажу. Все, что плохое, ну, вот, то, что не синтетика, перерабатываем. Вот. В дальнейшем, вот, наша сейчас основная задача, это найти способ переработки синтетики. То есть, расширить производство, закупить оборудование и, соответственно, продвигать всю историю. Ну, на это нужны инвестиции. Соответственно, для этого мы привлекаем их в фонд президентский грант, какие-то частные инвестиции. Вот, допустим, благодаря фонду президентских грантов мы смогли купить оборудование наше первое. Да, то есть, это станок, который делает РВ, но его мало. То есть, нужно усовершенствовать линию. В принципе, по переработке все. Если какие-то еще вопросы у вас есть, я бы еще хотела узнать, где у вас все это находится. Где станок, где огромные склады, где вы храните синтетику. И вот полученную от населения одежду, которая идет дальше, как вы ее обрабатываете? Ведь это же, наверняка, тоже обязательно. Основной наш склад находится в городе Кострома. То есть, там происходит и сортировка, и хранение, и переработка, и подготовка ветоши, и технической салфетки. Также есть склад в Москве, но он более маленький. Склад в Москве в основном все направляет к нам, к Кострому. А по поводу вещей, которые к нам поступают, мы всегда смотрим тщательно на вещь. Если вещь грязная, естественно, но хорошая, мы, естественно, ее стираем. Если вещь сильно загрязнена, мы ее не возьмем даже на переработку, потому что мы не можем тратить все мощности на то, чтобы стирать очень грязную одежду. И, к сожалению, в настоящий момент наша переработка для нас убыточна. То есть, мы не покрываем. То есть, мы это делаем, ну, потому что нам не хочется выдавать вещи на свалку. И, то есть, пока мы не отбиваем все вот эти расходы. Все вещи стираются. Они в магазинах также проходят паровую обработку. Соответственно, в магазинах также есть машинка для стирки. То есть, если продавец видит, что вещь несколько раз померили, и там есть, допустим, на белых футболках или блузках там сведе тонального средства или помады, то обязательно они идут в стирку. То есть, очень мы бережно относимся к тому, чтобы вещи, которые были выданы нами на благотворительность, и в магазинах они были в очень-очень хорошем состоянии. Ну, пожалуйста, а вот ваш станок, он выставляет уже конечное производство? То есть, вы получаете конечный арабок. Да. А на сколько, что, ну, затрату в это производство? То есть, там какая-то вообще экономика есть в этом процессе? Или вы просто переработка ради переработки? Нет. По поводу вот как раз тонка, это не переработка ради переработки. Вот поэтому сейчас я говорю, что мы складируем как раз синтетику, которую не можем переработать. Для того, чтобы это была переработка ради действительно какого-то нового сырья, нужно расширять, вот как раз таки о том, что я говорила, нужно расширять вот это производство. Вот этот станок, он, это, конечно, не такие мощности. То есть, это, ну, переработает он там, не знаю сколько, если его бесконечно, конечно, запускать, но он тоже не супер качественно перерабатывает, потому что остаются какие-то фракции, которые не должны быть. То есть, плохо прочесывают волокно. То есть, делают не воздушную вату, а делают какие-то куски, там, ну, такие большие попадаются в этой вате, которые не должно быть. То есть, недостаточно хорошо перерабатывает. То есть, его нужно усовершенствовать. А так в дальнейшем, как бы, мы планируем как раз таки делать конечный продукт, который будет хорошего качества. Но он будет технический, естественно. То есть, игрушками набивать нельзя. Нет, если говорить о ретуши и о пирочных салфетках, я просто отвечаю на ваш вопрос, да? Там экономика есть, потому что спрос достаточно большой. Объему позволяют это решать, да? То есть, по крайней мере, хотя бы это не убыточно. Не убыточно в гигантских масштабах, да? Это убыточно, но за счет вот определенных, вот этих коммерческих, результатов магазинов удается покрывать, да? Потому что все-таки объемы достаточно хорошие. С точки зрения сбыта он налажен, он есть. И он, в принципе, никогда не заканчивается. Если говорить о РВ, да? О регенированном волокне. Тут нужно понимать, хотя этот станок куплен, да, за счет фонда президентских грантов, это, конечно, не современно эти. Вот поэтому есть определенные проблемы с качеством. Вот, и, конечно, это, ну, допустим, не те станки, которые стоят аналоги даже вот той же Германии, вот то, что Даша ездила, да? Вот, там частично пускают на территорию. Так, сюда можно зайти посмотреть, сюда нельзя зайти посмотреть. Но вот там, где можно было посмотреть, это, конечно, техника, будем так говорить, два-три поколения от того, что есть у нас на сегодняшний день. И это, конечно, не один станок, как у нас, да, в Костроме, который стоит, а это, как бы, комплект. Ну, это, по большому счету, нормальное, серьезное, большое предприятие, куда, в том числе, вот как раз Сашинема попадает каким-то неведомым путем, да, вещи, да. Но когда их спросили, покажите хоть какие-то документы по движению, да, вот этих вот поставок именно вот с этих магазинов, да, которые официально принимают для переработки, для перераспределения эти вещи, и, конечно, никто не показывает. Ну, так, устно, вроде как сказали, что да. Нет, нет, они не приходили к ним даже. Да? Ну, по-моему, она в соцсетях писала в своем блоге, что что-то там какая-то была такая, вот слух был, в общем. Ну, то есть там, конечно, мощности совсем другие, поэтому результат... Вы активно следите, да, за нашими соцсетями. Чего? Вы активно следите, да, за нашими. Активно, активно. Да, понятно. Комнату, да? Махни, да? Понятно, да. Еще есть у кого-то вопросы? Спасибо большое за внимание. Вот, если у вас остались какие-то вопросы, которые вы не задали, или потом они возникнут, то просто наберите в поиск Доброхэнд, телефон «Второе дыхание» в ВКонтакте, Фейсбуке, в Инстаграме, я пишу ваши вопросы в Доброхэнде. А если вы хотите задать вопрос через сайт фонда, то там дальше уже ребята вас распределят. Спасибо. Приезжайте в Кострому, смотрите. Спасибо большое, Мария. Ну, можно похлопать, наверное, да.